Наш гость из города Сморгонь, Алексей Михнович. Встречайте! Размешай, если я не шнула, Размешай меня, размешай меня! В песенке плыл по городу запах сирени, Да чего ж ты была красива, Я твои целовал колени, Потому что лицо не очень. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, Здесь до тебя побывали бомжи? Меня засосала вахтерша Валентина, Вахтерша, нажми на тормоза, Забирай его скорей, загарился мавзолей, Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, А за квартиру, в которой живем, Мы еще, мы еще повоюем. Ты не ангел, но вариант, Люби меня по-французски. Смех Владимира Зеленского стоит одну тысячу гривен, Поздравляю, вы выиграли эти деньги. Честно, где-то на середине исполнения каждой песни, я понимаю, что это за песня. Вот, но тем не менее, это была смешная концовка, поздравляю. Кстати, обратите внимание, насколько не похож юмор из Беларуси, к примеру, на юмор из Украины, Вообще другой подход. Да, другой подход, но тем не менее, хороший результат. Ну и деньги другие, совершенно. Теперь пять тысяч гривен могут быть у вас в кармане. Алексей, я напомню, если вы сейчас заберете тысячу гривен, мы вас поймем. Но вы можете продолжить выступать и заработать уже в пять раз больше. Но если комики не засмеются, уйдете ни с чем. Я не слишком путанно объясняю. Я понятливый молодой человек. Хорошо. Давайте попробуем заработать пять тысяч гривен. Давайте. А вы знаете, сколько это? Нет. Ну, мне нравится сумма пять тысяч. Потому что в Беларуси это ничто. Это такое емко. Да. Хорошо, Алексей. У вас есть минута, секундомер перед вами. Самое главное у вас перед глазами ваши крутые шутки. Ну, мы надеемся. Поехали. Продолжаем песенки. Студенческая. День рождения. Водой разбавили варенье. Сегодня солнце зашло за тучи. Сегодня болны бьют так больно. Я видел, как умирала Надежда Петровна. Все бабки собрались. Люби меня по-французски. За свой зачет по-английски. Когда закончатся полеты первых ласточек, Тогда начнутся полеты ласточек вторых. Натали, нафига кавказцам села в Жигули. Нэ, нэр, нэр, нэра, ай, нэ, 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 нэ. Пароль Кадышевой в Одноклассниках. А у нас во дворе... Вы знаете, я бы сказал, что это называется непредсказуемый смех. Но для этого он здесь и есть смеялся Евгений Кашевой. Но я хотел вам сказать, Дим, честно говоря, Во время предыдущего выступления Алексея Я обратил внимание, как в хореографии он поддерживает свои песни. Это, конечно, абсолютно уникальное событие. И как он... Это... Дергий... Высночил коленочек. В хореографии я занимался в танцевальном кружке «Мишутка» в городе «Смарвен». Не шутка, мне кажется, да. Да, это не шутка. И мы ездили в Вильнюс на гастроли. А-а-а! Все наш любимый тот же Вильнюс. Я думаю, Алексей, что ваше выступление заставит комиков подкачать мышцы лица, потому что сдерживаться очень сложно. Следующий шаг, следующая минута принесет вам 10 тысяч гривен. Если согласитесь. Да. Тоже звучит емко. Если соглашусь. Да как-то 5 тысяч звучали посерьезнее. Вы понимаете, дело в том, что вам в двойне должно быть приятно, потому что в Беларуси фразу «если вы согласитесь» обычно не произносят. Итак, 10 тысяч гривен на кону или 5 тысяч в кармане и прощаемся. Ну, белорусы, конечно, нерешительные, но... Это как народ. Но вы же из Вильнюса. Да. Но Ростов с Вильнюсом дает свое, я продолжу. Алексей из города Сморгонь набрался смелости, чтобы продолжить выступление. Следующая минута обойдется комиком в случае смеха 10 тысяч гривен. А у нас во дворе есть девчонка одна. Раньше было их две, но одна умерла. А у нас во дворе снималась третья пила. Ты сегодня взрослее стала. У тебя на пузе сало. Ай-яй-яй, девчонка, я все видел на ютубе. Пейте, дети, молоко. Будете, не будем. Обручальное кольцо. Не простое украшение, а простое украшение. Деревянное кольцо. Я знаю точно невозможное, возможно вернуться с Крыма без заболеваний кожных. Как же нам не застрематься? А что вдруг? Что вызвало смех Владимира? Давайте даже не так Владимиру зададим вопрос. Ну же воспоминания. Пейте, дети, молоко. Будете, не будем. После этого смеха Женя хочет сказать, ну рассказывай. Как лето провел, Жень. Хорошо. Я последний раз был в Крыму в 2009-м, смотрю на смех, видимо, ничего не изменилось. Да, я думаю, что вы с Женей были, да. Думаю, даже после этого Женю все равно там помнят. Еще три года прошло. Хорошо, Алексей, вы выиграли 10 тысяч гривен. Я на доске почета там. Леша, Леша, Алексей. Даже не знаю, чем вы сейчас больше заняты. Просматривайте шутки или калькулируйте, сколько вы выиграли, более того, сколько можете выиграть. Осталось всего две минуты. Каждая из которых принесет вам огромные деньги. Сейчас у вас в кармане 10 тысяч украинских гривен. Это значит, что друзей в Киеве у вас теперь стало гораздо больше. Но денег может стать еще больше. Следующая минута вашего выступления может принести вам 20 тысяч гривен. Четыре по пять. Четыре по пять! Вы можете забрать ваш выигрыш или продолжить выступление. Продолжаем. Поехали! Как же нам не застрематься, не купить нам пистолет? В нашем доме поселился с Гудермесом Магомед. Ты натура утонченная, перед носом твоим двери закрывают. Ходишь будто обреченная, и брошюры у тебя никто не покупает. Девушкам баптистского общества, трудно избежать одиночества. Я написал коту в лоток, чтобы знала эта скотина, как одеть по своим делам в мои туфли от Валентина. Пришла и оторвала голову нам полторушечка вина. Полторушечка вина пришла и бошку нам с тобой смесла. 20 тысяч гривен ваши. Это полная ерунда. Какая полторушечка вина. Что это такое? Это полторушечка вина. Своя мелодия, какой-то вообще... Мне надо всморгонить. Приезжайте, там будет 30 тысяч и один... Но зато какой человек. А там 30 тысяч живется? 30 тысяч. Ровно. Ничего себе. Ну, сейчас-то там 29 тысяч 999. Сейчас-то одного нет. Ну, это кошмар. Конечно, полторушечка вина. Ой, ну, молодец. Ну что, кажется, зарождается новый юмор. Сморгонский. Алексей, вы в одном шаге от белорусско-украинской феерии. В одном всего лишь шаге от победы. Потому что смотрите, как вы разогрели комиков. Алексей, а сколько музыкальных альбомов вообще? Вы, Алексей, понимаете, что можете быть в миллиард раз популярнее, чем все вместе взятые исполнители. Слава стучится в ваши белорусские двери. Я пока в страницах считаю, а не в альбомах. В страницах текста «Таймс не Роман, 14-й кегль». Итак, я напоминаю ваш фееричный успех. Как развивались события? Вы уже сейчас заработали 20 тысяч гривен. Вы сейчас же можете забрать эти деньги и рвать когти домой в сморгонь, тратить эти деньги. А можете остаться... И рвать нам мозг. И рвать мозг комикам. Вы можете заработать 50 тысяч гривен. Алексей, решение за вами. Если комики не засмеются, вы потеряете все, что заработали. Я согласен. Кто не рискует, тот не выигрывает 50 тысяч гривен. Вы готовы? Да. Алексей, мы вас поддерживаем. Эти аплодисменты вам. Поехали. Мальчик мой, мой малыш. Папа с мамой делают сестричку кыш. Там, где клён шумеют, над речной волной. Утопили мы шесть котят с тобой. Песня маленького мальчика. Как-то ночью глянул я в щель. Всё мне ясно стало теперь. Не тревожь мне душу пристав. Я ноутбук не отпущу. Алкашка Надя, чёрта не боится. Алкашка Надя, вомут с головой. Алкашка Надя, стала певчиться. Алкашка Надя, пой, родная, пой. Шуточки. Мать Аркадия Укупника отдала сына музыкальную школу, потому что война давно закончилась, и отдать его фашистам не было возможности. Из-за того, что виноводочный магазин был ближе обувного, Валик всю зиму проходил в Чешках. Лада Калина, единственный автомобиль на ремняк безопасности, которого написано «От родных и близких». Просроченный чебурек сократил двухчасовой концерт Димы Каляденко до получасового. Грабитель, проникший в квартиру Вячеслава Малежика, наступил сначала на гору бутылок, а потом и на самого Малежика. Только после своего увольнения министр культуры научился не сёрбать. Внук Михаила Горбачёва развалил детский садик. Закончились песни. А я кричал вам «Пойте! Пойте! Не надо шуток! Пойте!» Да хотя бы танцы были бы под шутки, я уверен. Если бы вы так же двигались и читали шутки, как обидно. Алексей, это правда очень обидно, потому что вы сейчас, ну, по-другому как «Кутила» вас назвать нельзя. Вы проиграли 50 тысяч гривен. Лёша, это очень грустно. Но это было так круто. Это правда было очень круто. Но это так было круто. Поаплодируйте Алексею. Спасибо большое залу. Лёша, вы знаете, я на прощание хотел бы вам о что сказать. Во-первых, пожалуйста, не расстраивайтесь. А во-вторых, подумайте о том, что, возможно, благодаря этому выступлению вы нащупали собственный удачный выигрышный стиль. Вы знаете, что сделать, чтобы заставить людей смеяться. Это означает, что свадеб в Сморгоне вы проведёте втрое больше. Это точно. Это мы гарантируем. Не грустите. Спасибо. 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 Пока. Спасибо. Я уже был готов на болтышку. Я обязательно ещё напишу замечательных, смешных песен. И с новыми силами буду рваться в бой, чтобы выиграть 50 тысяч гривен. Спасибо. 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 Спасибо.